Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Polar Wolf, гороскоп и футбол. Гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков зодиака. В пятницу, 2 апреля, до 0 часов 42 минут продолжается 19 лунный день. А с 0 часов 42 минут и до 2 часов 08 минут следующего дня – 20 лунный день. 20 лунный день – замечательный и необычный день, который может привнести много интересного в вашу жизнь. Как и предыдущий 19 лунный день, энергетически очень насыщен, но его отличие в том, что он предназначен для активных действий. Если вы сможете верно распорядиться данной вам энергией, то день удивит вас успехами и полученными результатами. Данный день можно охарактеризовать как день принятия важных решений, способных очень сильно изменить вашу жизнь. И если у вас нет сомнений в своем решении, такие перемены дадутся вам очень легко и в дальнейшем будут иметь только приятные для вас последствия. Кроме того, 20-й день лунного месяца – день духовного поиска и роста. Мощную энергетику этого дня рекомендуется направлять на созидание и самосовершенствование. В этот день будут эффективны любые духовные практики, направленные на самопознание. Даже если вы не практикующий, будет очень полезно задуматься над своей жизнью, совершаемыми поступками, над тем, к чему вы стремитесь и чего вы уже смогли добиться. В этот день важным аспектом в работе над собой будет являться усмирение собственной важности, искоренение в себе таких качеств, как эгоизм, гордыня и высокомерие. Рекомендуется избегать переоценки своих сил и возможностей. Если вы не сможете совладать с проявлением этого, то рискуйте больше потерять, чем приобрести. Кроме того, энергетика дня хорошо способствует избавлению от плохих привычек. Если у вас есть такая цель, сегодня вы не повстречаете трудностей на ее пути. В общем, 20-й лунный день принесет вам много удивительного, поможет посмотреть на мир по-новому, проанализировать и понять свои прошлые ошибки, посмотреть на них со стороны и сделать верные выводы для будущих решений. Даст возможность ощутить внутреннюю чистоту, уверенность в себе и своих силах, а также понимание того, как полученный опыт можно сохранить и использовать в дальнейшем. Здоровье и питание. Сегодня потребителю для приготовления вафель, сэндвичей, орешков, печенья, пончиков, омлетов или стейков необходимо использовать на своей кухне несколько приборов, что требует определенных финансовых вложений, дополнительных навыков в использовании, экстра места для хранения на кухне. Мультифункциональное устройство, в котором реализована возможность менять панели с антипригарным покрытием. Каждая пара панелей заменяет собой целое устройство, которое раньше надо было приобретать для выпечки. Теперь достаточно просто купить сменные формы за существенно меньшие деньги, более 3000 заказов и множество положительных отзывов. Сейчас ты можешь приобрести этого замечательного мультипекаря за 1975 рублей. Ссылка в описании. В отношении здоровья 20-й лунный день характеризуется своей стабильностью и общим хорошим самочувствием. Для этого лунного дня характерен перерасход энергии. Поэтому даже если вы чувствуете, что готовились свернуть горы, нет необходимости бросаться в крайности. В этот день свойственно переоценивать свои силы. Лучше помнить об этом и не перегружать организм, придерживаясь умеренности своих действий. 20-й лунный день подходит для любого вида голодания. Благоприятно скажется соблюдение поста или диетического питания. Рекомендуется в этот день исключить из рациона и мясные продукты, а отказаться от алкоголя. В этот лунный день полезными и эффективными будут и очистительные процедуры. Также положительно скажется посещение бани и сеансов массажа. Пользу принесут умеренные физические упражнения, особенно если они являются частью духовных практик. С медицинской точки зрения в этот день уязвимы верхняя часть спины, лопатки, плечи. Рекомендуется ограничить нагрузку на позвоночник, особенно спортсменам, либо тем, у кого такая нагрузка присутствует в профессиональной деятельности. Помимо этого, желательно в этот день поберечь желудок и печень и не нагружать их. Болезни, возникшие в 20-й день лунного месяца, не отличаются своей сложностью, но, как правило, требуют длительного лечения, которое не рекомендуется прерывать, как, впрочем, и заниматься самолечением. Лучше, если вы воспользуетесь помощью специалиста, которого нежелательно менять до полного выздоровления. Любовь и отношения Сегодня один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Люди открыты коммуникациям. Найдите себе компанию единомышленников. Общение с ними поможет вам открыть глаза на многие вещи. Говорите с родственниками и близкими людьми. Но не доводите до выяснения отношений. Ссоры повлекут за собой негативные последствия. Для бракосочетания день не самый подходящий. Зачатие ребенка можно планировать, если в вашей паре нет лжи и лицемерия. В противном случае судьба ребенка может оказаться не очень хорошей. Работа и творчество Луна благоволит лидерам и ораторам, всем амбенциозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу. Можно проводить рекламные акции, так как сознание людей сегодня открыто к любого рода информации. Вообще все операции, торговые, финансовые, обречены сегодня на успех. Главное не отвлекаться на рутину. Не рекомендуется сегодня заниматься мелкими и неважными делами. Настройтесь на упорный труд и на победу. Можно отправляться в командировку или путешествие. Бизнесмены, ученые и творческие люди сегодня все успешны и решительны. Публичные выступления будут даваться легко. Не бойтесь принимать важные решения или вступать на руководящую должность. Если вы решили уволиться или сменить сферу деятельности, сделайте это сегодня. Единственное, чего делать не следует, это затевать судебное разбирательство. Любые формы выяснения отношений в 20-й лунный день нежелательны. Рожденный в этот день обладает неуступчивым характером. Его родителям придется помучиться, искореняние упрямства и сердца ребенка. Очень часто человек 20-го лунного дня становится аскетом. Он предпочитает в одиночку следовать какую-либо идею или искать тайные знания. Иногда он становится одержим своей идеей. В его душе могут проснуться гордыня и высокомерие. Если не подавить эти чувства, человек может возвыситься над окружающими и стать диктатором. Он будет пропагандировать свою идею как единственную верную. В итоге ни к чему хорошему это не приведет. Побороть в себе пороки может только здоровый смех. Рожденные сегодня люди любят и умеют смеяться. У них хорошее чувство юмора. Главное, чтобы оно не исчезло под натиском излишнего высокомерия. В 20-й лунный день сны способны продемонстрировать различные стороны вашей личности, которые вы можете изменить. В этот день сновидения могут предоставить вам возможность увидеть себя со всех сторон. Это может оказаться целостным, полным образом личности, обладающей совокупностью всех черт. Также в образах сна вы можете целиком охватить вашу жизнь. Прошлое, настоящее и даже, возможно, будущее. У вас появится хорошая возможность осмыслить и понять закономерность происходящего, взаимосвязь событий, увидеть причины и их следствия. Верно истолкованные сновидения 20-го лунного дня могут помочь ясно увидеть то, что находится у вас в подсознании. Это один из верных способов понять свои страхи и сомнения, понять изменения, происходящие с вами и в вашей жизни, и, что немаловажно, принять их. Видя полную картину, вы сможете сделать верные решения беспокоящих проблем, либо устранить какие-то старые и нерешенные, избавившись таким образом от лишнего груза. А энергетика 20-го лунного дня будет лишь способствовать вашему преображению. Сот-огород. В 20-й лунный день луна идет на убыль. Жизненные соки растений идут к корню. Растения в этот момент отдыхают, и процессы роста и активности значительно замедлены. В связи с этим наступает благоприятный период для работы с верхней частью растений. Можно обрезать деревья, делать прививку, избавляться от сорняков. На убывающую луну рекомендуют садить те растения, съедобная часть которых растет в почве. Хорошо высаживать кустарники и плодовые деревья. Так как соки растений собираются в корне, накапливая в нем все полезное, то это время является благоприятным для сбора корнеплодов. Также можно собирать урожай для длительного хранения. Время, идущие на убыль луны, благоприятно для подкормки и внесения удобрений, обрезания усов, прореживания всходов. Очень аккуратно следует обрабатывать почву, чтобы не повредить садовым инвентарем молодые побеги или корни. Нежелателен обильный полив. Подходящее время для уборки листвы. При этом мелкие ветки и листья желательно не сжигать, а выкладывать вокруг дерева. Таким образом получают естественный перегной, предотвращающий высыхание почвы, а также содержащий питательные элементы для дерева. Желаю вам хорошего и благоприятного дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте здоровы! Ваш Полар Волф